Привет! Я все время упоминаю про полезность некоторых видов продуктов, которые я употребляю на каждодневной основе. Настало время описать во всех красках питательные ценности того, что я ем. Сегодня у нас суперфуд под названием Чао Чао, ой, Чихуа Чихуа, ээээ, Семеначия, во. И хоть и бытует такое мнение, что все эти суперфуды нам навязаны, якобы все питательные ценности завышены, вся эта тема вокруг суперфудов распиарена, и что якобы семена Чия не перевариваются в нашем организме. Пусть будет так. То же самое можно сказать и про орехи, и про семена, и про многие виды бобовых, и про крестоцветные овощи. Это отдельный блок для обсуждения. Сегодня не об этом. Я употребляю суперфуды на каждодневной основе. Я не фанатею от них, как сумасшедший. Но я чувствую, что те питательные свойства, которые я получаю от этих продуктов, преобразовываются в энергию, которая мне нужна по жизни. Итак, в этом видео будет один из суперфудов под названием семена Чия. А в конце видео вы узнаете простой и быстрый рецепт в виде пудинга на основе семян Чия. Семена Чия это в первую очередь незаменимые жирные кислоты. Это практически как жирная рыба, дикая, или семена льна по количеству омега-3, которые нам помогают строить мембраны в наших клетках. Они еще называются органеллы, такие крошечные маленькие структуры внутри наших клеток. Витамин А, витамин В1, витамин В2, витамин С. Но это все банальности, скажете вы. Витамин С вы получаете из апельсинов, из лимонов, витамин А из моркови. Ладно, с этим я согласен. Но как насчет кальция? В семенах Чия кальция в 4 раза больше, чем в твороге. И в 5 раз больше, чем в молоке. Клетчатки в семенах Чия 34 грамма на 100 грамм. Это дневная норма человека. Конечно, не нужно съедать все 100 грамм в день. Но даже если вы будете съедать 2 столовые ложки, это уже будет хорошо. Следующее. В семенах Чия также есть полиненасыщенные жирные кислоты. Знаете, чем они хороши? Тем, что они помогают кальцию правильно усваиваться в наших тканях. Проникать глубже в ткани. Следующее. А вы знаете, что в семенах Чия еще и белок есть, помимо жирных кислот? Да, его там немного. Я кладу 2 столовые ложки в смузи, либо в пудинге. А это целых 5 грамм белка. Когда вы не качок, когда вы не едите по 150-200 грамм белка в день, то для вас и 5 граммов белка будет на вес золота. То есть, если взять и сделать некое нутриентное резюме, то здесь есть все самое нужное и питательное практически. Есть незаменимые жирные кислоты в виде омега-3. Есть белок. Есть клетчатка. Есть кальций. Есть витамины группы С, группы А, группы В. Но помимо всего этого полезного и фитонутриентного, мне также интересует физический эффект. Какой приход-то будет от этих семян Чия? А вот какой. Энергия повышается. Выносливость повышается. А если вы занимаетесь интенсивными видами спорта, то семена Чия помогают правильно восстанавливаться, благодаря незаменимым жирным кислотам. Они помогают телу отдыхать и готовиться к новым испытаниям физическим. Дело в том, что семена Чия, благодаря наличию незаменимых жирных кислот, помогают правильно перераспределять кислород внутри нашей системы. Кислород этот правильно циркулирует в наших легких, благодаря этим кислотам. Кислород этот связывается с гемоглобином и заталкивается в кровь, благодаря чему вы восстанавливаетесь лучше и быстрее после нагрузок физических. Ну и банальности пошли. Стабилизирует сахар в крови, делают кожу нашу мягче, потому что если у нас на коже есть какие-то неровности, грубости, то, скорее всего, это связано с дефицитом незаменимых жирных кислот. То же самое относится и к ногтям. Ломаются, скорее всего, недостаток жирных кислот. Омега-3. Начали выпадать волосы, щитовидка плохо работает. Все туда же. Жирные незаменимые кислоты. Их должно быть больше, чем омега-6, который у вас, скорее всего, зашкаливает. Ногти, волосы, кожа. Это все про незаменимые жирные кислоты. Это все про семена чия, семена льна, даже грецкие орехи. Про дикую жирную рыбу. Но не про форель и семку, которую вы привыкли в Ашане покупать. Это все муйня полная. Пазмы и судороги случаются. Помимо магния, вам нужен кальций, который есть в этих семенах. А еще семена кунжута, семена мака. Я их каждый день использую по несколько столовых ложек для моих салатов, пудингов и смузи. Ну что, убедительная сила семян чия? А теперь, друзья, долгожданный, простой и быстрый рецепт. Всем хорошего дня. До скорого. Пока. Осталось поставить это все в холодильник на пару часов, а лучше на часа 4. Субтитры сделал DimaTorzok